Сезон ремонтов и активного обновления Владивостока в этом году затрагивает не только улицы самого города, но и соседний остров Русский. Местные жители до последнего не верили, что и их придомовые территории и дороги войдут в план работ. А теперь островитяне своими глазами видят, как обновляются их дворы. В общем-то, крылья даже за спиной выросли. Мы надеемся, что всё-таки будет дальше хорошо. Появилась надежда. Вот это уже о чём-то говорит. Проверить, как реализуется губернаторская программа «Тысяча дворов» на острове Русский приехал глава города Олег Гуменюк. Он посетил сразу несколько адресов, где пообщался с жителями о местных проблемах. Вот завтра, послезавтра размещаем уже контракт, там 60 миллионов. Это вот эта протяжённость, это два сквера мы сделаем, мы сделаем тротуар, а чуть позже расторгуем ещё остановки, поменяем здесь ещё остановки. Здесь будут у вас, во-первых, и мы покрасим переходы пешеходные, и знаки восстанавливать начинаем. Все вот эти моменты, все будут у вас по безопасности полностью всё. Визит мэра на остров не ограничился только дворовым ремонтом. Олег Гуменюк взялся и за самый насущный вопрос – дороги. На экипажной, в Поспелово и в посёлке Парис ситуация критическая. Специалисты уже разработали проект, в который входят не только километры нового асфальта, но и система дорожного освещения. Если мы делаем это в том, что мы дорогу делали, там, где это возможно, дотянуть ямочный, где, там, может быть, к пирсу где-то подсыпать, то давайте опять где-то используем. Мы прямо по петону сюда идём. Чтобы у людей, что мы делали, зашли, то, знаете, как сделали, и дальше уже подвигаться. Потому что у нас такой план. Первая дорога, вторая, третья, в этом году у нас три объекта. А к новым дорогам в этом году добавятся и свежие рейсовые автобусы, и 13 новых остановочных павильонов. Стоит напомнить, что обо всех этих нуждах мэру сообщили сами жители острова на встрече ещё в мае. Горожане предложили свои варианты решения вопросов содержания жилищного фонда, вывоза мусора, обеспечения безопасности и других сфер. Отметим, что с приходом Олега Гуменюка дороги действительно градируются ежедневно. Они подсыпаны скальником, и благодаря очистке кюветов, переливов воды не бывает даже в самые мощные ливни. Максим Яковлев, Новости на Восьмом.